ну что с богом начнем здравствуйте вот мы с вами сегодня преодолели определенные расстояния кто какое вот мы с ребятами так достаточно далеко ехали тоже с другой стороны московской области но я очень надеюсь что это состояние мы все преодолели не зря и что даже если у меня не все получится что я придумала заранее то все равно мы получим радость и запомним вот пребывание в этом доме встречу я думаю покроет мои немощи вот сама атмосфера этого прекрасного дома в котором нам будет сегодня выпало счастье оказаться и я хочу сказать дорогие мои что я вот когда предложили кому-то из учителей провести урок в музее переделки на я поняла что я не могу никакая занятость не помешает я не могу отказаться от этой идеи потому что самом деле можно сказать что я об этом уроке мечтала всю жизнь и в определенных ситуациях я размахивая руками у доски начинал просто рисовать переделкинский пейзаж и пыталась объяснить как здесь все устроено и хотя сама тоже при этом не добиралась там много лет и все мечтала что я приеду даже не должен подвергаться такая удивительная удача я приеду сюда и нас так любезно примут сотрудники музея я совершенно легально официально буду вот с вами беседовать и я а я думала мы хотя бы встанем вот на улице на пороге я буду уже размахивать руками на местности и показывать где что обязательно вот зайдем на могилу пастернато мы себе зашли на могилу мы сегодня увидели отличное кладбище стихах анагас по кост до старинное слово по кост от слова погостить удивительно кладбище слова погасительного кладбище тоже от слова класть у гласет как-то скучно погастить правда не так не так грустно как кладбище потешительнее звучит нам док вот и вот прошли дорога и я не пожалела значит может быть Это была единственная возможность действительно увидеть тот переделкинский пейзаж, который мне посчастливилось видеть юной совсем студенткой еще, когда я здесь одно время гостила, я своим ребятам говорила, и это были очень счастливые два месяца. Причем, что удивительно совпало, именно где-то 27 ноября я сюда и приехала впервые, но только это было, когда мне был 21 год. Да, и тут были друзья, и мы поселились и жили, я бродила по переделкину, потом вот оно осталось в сердце, это переделкин навсегда. Один раз я со своими детьми возвращалась, еще переделкин был без застройки, но потом вот всего этого я уже застроенного, измененного я не видела, поэтому сегодня мы с вами все прошли как-то от станции, все представляют, что мы видели, поэтому мы так мысленно будем кое-что сносить, сносить какие-то коттеджи, ну не на долго, на чучу, и представлять, как это все-таки выглядело, когда их здесь не было. Потому что, конечно, это такое удивительное место, я по дороге своим ребятам тоже немножко уже сказала, удивительное место, конечно, должно было быть объявлено давно заповедником, настоящим заповедником, потому что вот вчера, готовясь к нашей встрече, совершенно вне нашей темы, никак не зная, что я сегодня еду в переделки, но мой приятель, старый институтский друг, кстати, он у меня здесь даже в гостях, бывал в переделке, вот я поняла, мы с ним тут пили чай, когда-то вдруг выкладывает стихотворение, вот понимаете, Господь ткет, жизнь как ковер, и мы не всегда знаем, какая нить, где, когда сплетется с другой, вот нити сплелись сегодня через 30 лет, и раз, узелок, и я вижу узор. И вчера этот приятель, тоже филолог, человек, знающий около 30 языков, выкладывает в фейсбуке, простите за современность, в нашем, ну у нас все очень хорошо соединяется, нас и соединил фейсбук, и Гильдия Словесников сюда меня привела. Вот, выкладывает стихотворение Белла Ахмадулиной, прекрасного поэта 20-го столетия, которая вот ушла из жизни в 10-м году, в 2010-м году ходила по этим дорожкам, жила переделкином, и я подумала, хотя я не пастернак, но вот именно слово о переделкинском пейзаже, тому, что здесь происходило, и что здесь должен быть заповедник, я это стихотворение все-таки вам, вот как ни странно, с него начну, ну уж очень это, тут все как-то так названо, а потом раздам, у меня текстов на, может быть не на всех, но мои, без текста в крайнем случае обойдутся, или один на двоих, а кто-то на память, ну и все, можно найти, стихотворение, снегопад. И опять удивительно, я очень хорошо помню 27 ноября 80-го года, когда я сюда попала, или 81-го, точно уже не помню, 80-го года, да, и я хорошо помню, что тоже неожиданно рано лег снег, и я шла по заснеженным дорожкам, и вот все как-то опять сплетается. Снегопад свое действие начал, и еще до свершения тьмы Переделкино переначал в безымянную прелесть тьмы. Дома творчества дикую кличку он отринул и вытер с доски, и возвысил в полях электричку до всемирного звука тоски. Обманувши сады, огороды, их ничтожный размер одолев, возымела значение природа, невеликая сумма дерев. На горе в тишине совершенной голос древнего пения возник, и уже не села, а вселенной ты участник и бедный должник. Вдалеке, меж звездой и дорогой, сам дивясь, что он здесь и таков, пролетел лучезарно здоровый и увлекающий лыжник снегов. Вездесущая сила движения, этот лыжник, земля и луна, лишь причина для стихосложения, для мгновенной удачи ума. Но пока в снегопады не строгом ясен разум и воля свежа, в промежутке меж звуком и словом опрометчиво медлит душа. Стихотворение написано в 1956 году при жизни Бориса Леонидовича Пастернака, да и многие из его переделкинских стихотворений. Я вам передаю тексты, один себе оставлю, хотя бы один на двоих, чтобы оказался. Так вот, делитесь, да, и давайте вот увидим здесь какие-то вещи, которые вы сегодня видели. Вот то, что мы уже говорим, ой, мы знакомы, мы знакомы, у нас так же сегодня или когда-то, и вот это вот мы знаем, это мы, да, ура. Так, проглядывайте, до кого дошло глазами и ищите, кто что, на какую деталь, на какой момент, что-то мало совсем, да, передавайте. Вот сюда передайте хотя бы один текстик, вот сюда ребятам. Сашка, сядь нормально, Сашка, пожалуйста, как вот так у нас. Ты и так не сосредоточишься, у тебя голова не будет работать. Давай, раз уж такой мы путь проделали, давай проделаем его не зря. Мишка, ты все запомнишь, Мишка, давай сразу, ты у нас всегда стихи воспринимаешь сразу, и уже все можешь сказать так. Так, что тут такого есть, что мы уже сегодня какие-то черты, черты заповедника, вот так, черты, которые должны быть в заповеднике. Ну-ка, Маш, готова, да? Ну, тут все просто, я, это так, для разгона самое простое, вот просто, чтобы начать рот открывать и какие-то слова произносить, и не бояться другого, и все. Ничего тут такого проблемного, затейливого нет в моих вопросах, пока в моем вопросе. Итак, Ирочка или Настя? Безымянные прелизы зимы. Сегодня тоже безымянные прелизы зимы. Ну, хорошо. Но безымянные прелизы зимы сегодня и в Малакке родной. То есть, если это был мегаполис, допустим, если там просто пошел снег, это, как бы, не будет безымянные прелизы зимы. Как раз деревенская такая местность, она будет как раз задавать впечатление. Прекрасно. Ну, а какие-то реальные совершенно детали? Мишенька, давай, родной. Переделкино переначал. Ну, во-первых, слово переделкино для нас звучит, конечно, конечно. Еще. Машенька? Доска Дома Творчества. Да, мы ее не разглядели по пути, не обратили. Она сейчас тоже почти засыпалась снегом. Да, ну, там успела, заметьте. Да, я так быстро шла и пыхтела, чтобы не опоздать, чтобы мне был не до досок Дома Творчества, хотя я пыталась углядеть. Так, прекрасно. Да, мы мимо проходили, правильно, да? Мимо проходили, да. Вот, хорошо. Что-нибудь еще есть такое, что вот мы сегодня видели, похожее, да? Еще электричку. Ну, конечно, можно. Вы тоже электрички? Кто у нас? Дедочка? Сиди. Да, все на электричке. Это ваши, да? Ваши, с вами. Двое ваших. А еще тут совсем есть самостоятельно приехавшие. Вот. Да, электричка. И смотрите, возвысил в полях электрички до всемирного звука тоски. Вам пришло бы в голову, так сказать, про электричку? Электричка самый летовой способ. Да, ну, когда она уходит, а ты опоздала. Про это тоже очень много у наших великих поэтов, да? Про эту электричку. Мы все, кто живет в Подмосковье, очень хорошо это себе представляем, да? Ну, а вот я очень просила, пока мы шли, вообще увидеть что-то поэтическое. И даже когда я... У меня у нас тут так вот, я сразу так друг с другом познакомлю. Вы ведь Римма Анатольевна. Да, я вас так только по фейсбуку. Ну, и по той встрече, да, свободных учителей, да, Римма Анатольевна. Вот, со своими ребятами. У нас тут такая смешанная команда просто класса и десятого, который приехал не все прям вот так вот по горящему желанию, а потому что у нас урок. И кружка литературного, разновозрастного, поэтому мы тут вот такие немножко разные. А у вас это ваш класс, да? Какой? Девятый. Ну, хорошо, вот мы тут все тут разные. Прекрасно. Я... Такое было у нас задание увидеть поэтические детали. Вот мы шли сюда, в общем-то, смотрите, коттеджами застроена, погодка сегодня, ну, не самая прекрасная. Немножко нас солнышко побаловал, когда мы вышли из электрички, лучик проглянул, да? Снежок все подбелил. Ну, вот что поэтического? Вот какие поэтические детали вы поймали на своем пути? Просил замечать, кто что заметил. Вот давай, Устиша. Мостик. Мостик. Мостик, когда он такой, как бы, если у меня есть электрички, там за забором был такой, как бы, мостик. Деревянный мостик был за оградой, да? Он был более живописный, чем цементный мост, да? Через сетуй, да? Хорошо. Очень красивые ветви деревьев на оконе не было. То есть очень разнообразные деревья, то есть у каких-то вниз ветки, вверх ветки. Да, и мы вот у Бэлла Ахмадульной, смотрите, как у нее лаконичная точка, точно, да? Не великая, так прозаично почти сказано, а получилась в поэзии. Не великая сумма деревьев. Тут не бары, не глухие леса. А вот их немного, а вот они очень... А все равно ощущение, что ты немножко в деревне, это природа все равно. Настенька? Ну, то есть, еще я видела... Ну, то есть, там вот как раз Устинин сказала про мост. Там еще была такая, ну, как это, я не знаю, как назвать река, не река, ручей, не ручей. Ну, как... Ну, ты сетуй. Ну, водоем какой-то, я не знаю, что сказать. Ну, как-то, ну, я увидела, все-таки что-то напомнило. То есть, мне еще это напомнило, мороз красный нос, почему-то, вот, не красный. Ну, почему бы нет. Почему бы и нет, да? То есть, вот, сама речка показалась тебе поэтически. Все, больше ничего? Сусны, вот, когда идешь с другой стороны от кладбища, и сусны на горе, они, вот, осенью совсем другие, а сейчас они, вот, эта влажная зима, влажная, и они, напитавшись, выглядят очень... А вон, мы на них можем посмотреть. Живущими какой-то своей внутренней жизнью. Да. И даже у меня вот такое невизуальное впечатление было, мне показалось, что какой-то особый запах смолы вот в этом воздухе все равно ощущается. Конечно, конечно. Я очень хорошо помню. Вот такая классная гратика, да, сейчас в основном, да? И вдруг, вот, отсосен такой, вдруг такой вкусновато-сиреневатый какой-то, да, с блеском, и сразу появляется. Вот сейчас они, скорее, темные, почти черные стволы. Обернитесь, посмотрите, любопытно. Лесной пойдет сок, и сосна порозовеет. Сосна станет румяной, такой солнечной, да? Вот ствол у нее меняется ведь в цвете, да? Но она действительно очень графичная. Знаете, как русская пословица говорит, да? Она такая жесткая пословица в осенном лесу. Ударится. В березовом лесу веселится, а в сосновом Богу молится. Они как колонны стоят и образуют какой-то естественный храм сосны, да? И вот здесь за окном переделкинские сосны. Они, к счастью, сохранились. Сейчас кругом сосны болеют, падают. Здесь тоже самое. Падают, да, их меньше. Новые сейчас взращиваем. Да, никто больше ничего не заметил. Таких вот черт поэтических, да? Мне кажется, пожалуйста, немножко настройка не застроена. Здесь еще холмистая, красивая местность. То есть здесь не вот ровная, а для глаза примерно то, что внизу, пригорки какие-то. Вот застроенная, но когда мы встали на кладбище и посмотрели вдаль, я показала, что вот там дача Пастернака, да, вы увидели, что сам рельеф местности очень интересный, да, что дорога здесь вниз, резко вниз идет кладбище на склон, да? А дальше она пойдет резко вверх, да? Ну, только дома вот загородили. Это поле здесь было, огромное поле. Вот, и действительно, от дома можно было увидеть то место, где могила Пастернака. Я правильно рассказываю? Потому что я уже сотрудников спрашиваю, потому что у меня такое тут чисто по памяти не совсем видно, да? Но представить вот как-то в голове, это все равно это... Ну, можно, да. Ну, кладбище видно было. Кусочек кладбища. Еще некоторое время назад это было более... Да, но кладбище можно было там, погост сам был виден, да. Нет, но мы, когда говорим, он там, то мы приблизительно вот так вот рукой кладем, когда так вот трогаем, да. Да, Маша что-то еще заметила, да. Вот у нас заснеженные поляны еще. Мы когда шли, просто там было вот так поле, и еще порошеный снег. А вот из того, что... Ну, природа, понятно, природа всегда достойна поэзии, она основной предмет поэзии. А вот из каких-то рукотворных, из каких-то вот деталей такого, ну, пригородного ландшафта. Вот что-то такое было, что вам показалось бы достойным попасть в стихи и быть описанным поэтом. Девочки, Ирина и Антоновна, включайтесь, будем рады вместе работать. Настюша? Храм. Вообще, три храма мне понравилось. Да, ну, два из них, я вам сказала, новостройки, и один самый старый, вот там, чуть-чуть в глубине, да, резиденция патриарха, да. Мне больше, меня впечатлило, как раз, когда мы прям заходили, когда на территорию храма, там еще было небо такое еще очень красивое, то есть, отцветы от солнца, и вот этот вот храм, который новый, красивый, был вообще как-то трясный. Да, но надо представить, что вот при все-таки, вот тут вот мы начинаем сносить немножко, да, надо представить, что при Пастернаке с Болоцком, да, и когда я писала стихотворение Белла Ахмадулины, храм был один, он был в соснах, к нему шла очень симпатичная дорожка, и были такие ворота, ты входишь очень укромно, тихо, спокойно, он был действительно сельский, очень укромный, очень уютный храм, с красивым пением, ну, такой вот традиционный, по-моему, не закрывавшийся. И поэтому такой, как говорится, намоленный, очень милый, уютный храм. Сейчас это выглядит красиво, помпезно, но это другое, это уже немножко, или это уже не переделкино, это вот если говорить все-таки о заповеднике, это уже другой заповедник, а вот здесь вот немножко произошло все по-другому. Ну, жизнь. Вот, хорошо, а давайте теперь мы это сделаем так. Теперь мы посмотрим, а что же поэтического находил Борис Леонидович, мы вернемся к нему. Я сейчас не буду рассказывать, наверное, все готовы, я немножко рассказывала и на кружке, и на уроке своим, я думаю, ремонтами дети тоже что-то уже знают про Бориса Леонидовича, про его жизнь. Или немножко ввести в тему. Нет, все, прекрасно, да, поэтому, ну, тем более, насколько потом нам немножечко еще покажут, музей расскажут, да. Вот, мы просто сейчас как бы мысленно пройдем по стихам, мне ребята взялись помочь, кружок мой, и какие-то стихи поучили наизусть, я тоже буду помогать и подсказать. Я вам сейчас тоже дам раздаточку, вот, и мы пойдем, правда, она немножечко не по порядку дороги, и я присоединила к ней Заболоцкого, потому что Заболоцкий для меня такой вот в некоторых стихах переделкинский-препеределкинский, что я просто хотела, что, ну, если хватит времени, то мы Заболоцком уделим его, но вряд ли нам хватит. Я раздаю вот так, два теперь конца, я теперь уже хитрая, так, помогай мне. Сейчас два конца пущу стихи, вот, держи. Так, сейчас, ну вот, чтобы они достались, это, это мельки, у кого хорошее зрение, всем передайте. Так, так, держи, пустишь. Так, еще есть, я не очень жадна, еще есть. Так, все, вот это вот пошли последние экземпляры, я, единственное, не буду видеть где, но у меня сборник, поэтому мне будет проще, да? И мы сейчас все-таки пойдем не по временам года переделкинским, а так мне вот хочется изменить свой собственный план, ну, всегда почему-то хочется менять и открыть стихотворение на ранних поездах, оно там в серединочке, да? И мне помогать будет, если я не ошибаюсь, Настя, да? Нет, Иринка, Иринка, Иринка будет помогать, да? Хорошо. Иринка, ты спокойно можешь подглядывать, не нервничать, да? Но стоя, стихи мы всегда читаем стоя, просто из, ну, поэзия этого требует, да? Мы серьезнее, мы хотим? Да нет, мы тебя все видим, и ты, ну, просто красиво прочитай как-то. Борис Пастернак, «На ранних поездах». Я под Москвой эту зиму, но стужу снег и буревал всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги и рассыпал на ночную тенью свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде вставали ветвы пустыря, над мирно выселись в созвездия, в холодной яме января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый, или номер 40, а я шел на 6.25. Друг свет и хитрые морщины взбирались щупальцами в кровь, прожастрый нос из всей махины на оглушенном городу. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости враждебной, присосанному смолоку. Сквозь прошлые перипетии и годы войн и нищеты я молча узнавал в России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал в боготворях. Здесь были баллы, слабожане, учащиеся, слесаря. Растевшись в куче, у них не было следов холопства, которые отладают нужда. И новости, и неудобства они несли, как господа. Растевшись в куче, как в поводке, во всем разнообразии фос, читали дети и подростки, как заведенные, засос. Москва встречала нас во мраке, переходящем в серебро. И, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потопство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим львом и пряниками на меду. Спасибо, Ирика. Такое отрестное дело в самом музее Пастернат, читателей стихи, от тебя на всю жизнь. Прямо вот это честь огромная, конечно. Поэтому, конечно, было страшно и что-то чуть-чуть перепутало, но это вполне простенье, тем более у тебя огромное и сложное стихотворение. А давайте вот теперь посмотрим, что увидел поэт того, что мы с вами не посчитали предметом поэзии. Давайте вот увидим эти детали поэтические, которые мы тоже видели, но нам даже не пришло в голову, что это может стать предметом поэзии. Вот звучит удивительно поэтично. А про то, что мы тоже сегодня или видели, или могли увидеть, или видим каждый день. Машу не... Электричка. Сама электричка. Ну а что здесь? Где здесь вот... Покажи, где поэтично, где поэзия. Где не просто факт, я едну электрички. А вот получилась поэзия. Ну-ка, Ирика. Мне кажется, я не насчет электрички, я насчет ветлых пустыря. Ветлы. Ветлы, деревья, ривы. Вот, мне кажется, вот, они в тот момент были настолько торжественны, что докровили их. А мы ведь прошли эти ветлы, правда? Там были в том числе и ветлы пустыря. Кто из вас их... Нет, говорили про рисунок деревьев, Анна Борисовна сказала про рисунок ветвей, да? Но все-таки мы их заметили среди поэтических деталей. Хорошо. Хотя ветла — это не самое поэтическое дерево. На самом деле, на французских картинах очень, у корона, например, они очень любят корявые ветлы изображать. Это такой любимый у них предмет живописи, потому что ветла, она очень, знаете, какая? Она, как раз такая, не знаю, романтическая, неромантическая, узловатая всегда, неуклюжая. Вот художник как будто подчеркивает, вот неуклюжая, узловатая, вот полюбуйтесь, она оказывается очень хороша в этой своей узловатости, да? Здесь у нас ветлы длинные, деревьев много, и они необычные, не похожие на себя. Да, ну вот они здесь. Так, кто еще что нашел такого, что превратился в поэзию, а нам не чудило, что это может быть поэзией? Мальчики, тоже включайтесь. Роман, не грусти так сильно, а пытайся что-нибудь найти. Не так ты слаб, как сам себя считаешь. Давай. Так. Мишенька, вот один мальчик отозвался. Выходи из метро. Так, а вот как получилась поэзия? Есть здесь поэзия? Вот знаете, что делает этот выход? Ну, мы выходили из метро, смотрите, очень прозаическая фраза. Ну, ничего такого. Мы вышли из метро, звонишь по телефону, мам, я вышла из метро. Никакой поэзии. Что превращает эти строчки в поэзию? Ведь превращает. А Настя? Покидай свет. Ну, вот Миша уже сказал. И покидая свет двоякий, да? Вот такое вот удивительное. Такой петит, да? А почему двоякий свет, Миша? А кто как понимает этот двоякий свет? Почему двоякий свет? Покидая свет, а что такое двоякий? Двойной. А почему он двойной? Мы выходили из метро. Одна сторона света, другая сторона света. И как? Какая сторона света? Двоякий. Мы выходили из метро. Ситуацию смоделируйте, представьте, воображение включаем. Поэзию без воображения невозможно читать. Сзади метро, а впереди другой свет. Из-под земли выходят. Из-под земли, ну вот тот. И только, и я сущенщик. Естественно, искусственно, конечно, я выхожу. Свет из окна еще чуть-чуть. Да, да, да. Хорошо, ну слово-то какое вроде бы. И вот оно прям зазвучало двоякий. Хорошо, Анна Борисовна. Не могло быть это, что еще свет как общество. Ну, вряд ли. Вот он из светлого в темное выходит, и он как бы покидает это общество. Вот он же там писал про то, что там электрички, вот эти все люди, которых он обожает, восхищается. А тут снова люди. И снова люди потомства Тисковых с кферилом. И обдавала на ходу черемухом свежим мылом. Так, ну еще что здесь у нас поэтического? Все, все очень прозаично, да? Что поэтизировал поэт? Ведь высокое очень стихотворение. Ну, перечислите или прочитайте. Быстрее, у нас еще впереди огромное стихотворение. Да, вот это самое электричное, да, это как расширка своей родной страны. Так. Он умирает людей. Угу. Люди поэтичные? Кто там сидит? Там сидит поэтесса спереди, из Переделкина. А еще, а как они сидят? В повозке. В разных кучах. Рассевшись кучей, как в повозке. И мы с вами как будто представляем себя действительно где-то. Вот мы в деревне едем, телега, люди сидят, обсуждают. Так вольно сидят, очень хорошо, да? Вот. Ну, где еще? Ну, бабы, слава, жаня, учащики. В общем, обычные люди. Обычные люди. А поэтично звучит? Поэтично. Вот какое-то такое происходит чудо, да, которое и поймать-то трудно. И даже эти почтовые или номер 40, эшел на 625, перечисляются просто поезда, которые уходили в это время. А для нас, ну, и за счет, конечно, музыки стихотворения, и за счет того, что это просто встало в стихотворении, приподнялось, да? Вот. Но вдруг превращается вот эта самая электричка, в которой мы с вами толчемся многие ежедневно, вдруг оказывается вот предметом поэзии, удивительным местом, где можно разглядеть Россию неповторимые черты, где можно, в которую можно влюбиться. Люди, вы влюблялись в людей в электричке? Чаще всего они нам мешают все. Мы толкаемся, нас толкают, вот. И, ну, иногда вот сегодня у нас развлекал музыкант такой, да, вот, вроде колоритный, да, мы похохотали, он был не неприятный, вот, повеселились все, да. Ну, это было ничего. А так нам люди, и мы кому-то мешали нас потолкали, мы воспринимаем все функционально. Мы идем по миру и думаем, надо туда пройти, этих людей обойти, это как мебель, да? И мы в них не вглядывались, а поэт идет, вглядывается, и все становится поэзией. Ну, ладно, у нас еще очень много стихов, и вот, что мы сейчас сделаем, мои дорогие. Так как мы все-таки ограничены временем. Можно, да, каждые два? Да, да, конечно, Рима Анатольевна. Могу, я в детстве творение совершенно напрочь привязана к выхожу, один я на дорогу. Вот они у меня просто все время, я смотрю, вот он здесь, той же самой дорогой, той же самой образой. И поэтому они такими здесь и становятся. Даже прожектор, которого мы пугаемся, вот, он действительно здесь становится совершенно образом, который высвечивает, вот этот вяток вот сразу поднимает вверх. Образ движения, как вот, стремление такого мощного времени, образ времени появляется. А мне вспомнился Лермонтов «Люблю Россию», я, ну, странную любовью. Вот, да, и пляска с топотом и свистом под говор пьяных мужиков. Там же то же самое, Лермонтов, даже не пастернак поэт 20-го столетия, а дворянин. Первый класс 19-го, и он вдруг тоже поэтизирует вот те же России неповторимые черты. Вот такая перекличка. Я почему сейчас хочу, у меня все-таки есть одно главное стихотворение, о котором мне хочется сегодня с вами поговорить. И мне, а потому что мне кажется, оно одно из самых прекрасных, а может и самых прекрасных в поэзии пастернака, на мой взгляд, и самых загадочных. И его надо разгадать один раз в жизни, а потом разгадывать всю жизнь. Опять что-то и что-то в нем находить, такое удивительное и загадочное. И разгадать его, мне кажется, ключом к нему может. Ключей тут много можно найти, только если поискать. Но одним из ключей к нему прекрасных может стать вот самый переделкинский пейзаж. Поэтому оно будет у нас сегодня главным. У нас ребята тоже еще стихи учили. И на что останется время, про остальное мы немножко уже поговорим. И это стихотворение называется «Рождественская звезда». Завтра наступает рождественский пост, и будет такой период жизни, когда вот такая подготовка. А по всему миру, уже схожу елки ставят, уже вот такое дыхание святок с начала декабря начинает чувствоваться. Для пастернака святки были совершенно особым временем, особое время в его романе «Бори Шевага» и в его поэзии. И мы сейчас эту «Рождественскую звезду» я вам прочитаем. А у меня к вам просьба. Вообще-то это про другое. Ну, вообще просто все представлять. Я никаких особых сейчас задач не буду ставить. Просто все, что я буду читать, представлять. И кто еще не задавал в жизни вопросы к этому стихотворению, сразу их думать и задавать. «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыханье вала. Домашние звери стояли в пещере, над ясными теплая дымка плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост. Ограды, надгробья, оглобля в сугробе, и небо над кладбищем, полная звезд. А рядом, неведомая перед тем, застенчивей плошки в оконце старушки, мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог, в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась в горящий эскирдой соломы и сено, средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущая зарево рдела над ней и значила что-то. И три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары. И ослики взбруи, один низкоросли другого, шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеев, все шалости, феи, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепье цветной мишуры. Все злее свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда. Сквозь гнезда грачей и деревьев вверхи, как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарха до снегу сделалось жарко. По яркой полями, листами следы, вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя агарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаскам и ждали беды. По той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светала, означились кедров стволы. — А кто вы такие? — спросила Мария. — Мы племя пастушья и небо послы, пришли возвестить вам обоим хвалы. — Всем вместе нельзя, подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. У выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. — Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда пустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслих из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от камня, от ясли рукой отодвинул волхват. И тот отклинулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Проглядывайте глазами и задавайте вопросы. Какие тайны, какие парадоксы? Огромное количество парадоксов есть у нас в этом стихотворении. Кто эти парадоксы, эти несообразности с точки зрения обычной человеческого мнения, мышления и обычного восприятия жизни, здесь увидел. Ну, о чем речь всем понятно? Момент Рождества Христова, Вифлеемская пещера, описанная у нас в Евангелии. Помним все, как это происходило, как это описано. Но вот здесь это рассказано как-то по-своему странно. В Густине уже есть вопросы. Давай, Ваша. Я бы хотела сказать, что тут странно, что ангелы оставляли след. Действительно, как-то нарушение каких-то ангельских законов. Ангелы только след оставляют. А вообще, как о них рассказывают-то об ангелах? Какой-то любят. Они как-то попростковые, долг себе. Да, в общем, это воспринимается как нормально. Но идут ангелы в гуще толпы. Просто люди не знают. Ну, собаки чуют. Собаки чуют, да. Следы остаются. Мы же в пещернику стели. Ну, ангелы, может, и не спрашивали. Они же бестелесные, их не зря видят. Может, они там где-то и соприсутствовали? Мы хотели, чтобы мы не лезли. Нет, это кто пришел? Давай разберемся чуть-чуть в сюжете. А что пастухи пришли? Пастухи пришли. И кто еще пришел? Волховы. Волховы тоже пришли. Да? Хорошо. Татьяна Михайловна хочет подождать, Михайловна. Начать детям вот. Давай. Я, Маша, очень понимаете, стихи хочется прочитать еще раз, потому что они такое потрясающее, странное и прекрасное завершение этого таинственного стихотворения и прекрасного, да, Маша? Но ты что-то хотела еще сказать про эти строчки, да? Вот тут еще, когда он облинулся с порога на деву, и гость осмотрела «Звезда Рождества». Так, ну что ты? Ты должна задать нас сейчас вопрос. Понимаешь, наша задача сейчас удивиться и задать вопросы. Мы эти строчки прочитали. Задай свои вопросы, дай комментарий. Кто-то надвинулась. Да. Тебе странно? Ну, сама, сама. Что я за тебя скажу? Ты умненький ребенок. Устинь, попереди подругу. Ну, что она, как бы я думала, что у нее вопрос, почему «Звезда» могла отодвинуться, она же просто… Она же «Звезда». И как она могла входить, да, вот само появление «Звезды» уже в каком-то облике человеческом или каком-то таком вещественном, оно действительно уже само по себе таинственное и странное. Хорошо. Хорошо. Ну и все-таки, что же еще? Это вот такие вещи явные. Мир ангельский, он действительно таинственный, непознаваемый. А вот не в ангельском мире, а вот в пейзаже здесь, в окрестном. Потому что здесь происходит. Вам ничего странного? Мальчики, не включаются. Включайтесь. Я уже читала, читала, прямо вот на Рому смотрела, в упор. Ну, Рому пробью я, наконец, как-нибудь. Ну, не знаю, не пробить, не пробить. Давай, открывай текст и пробивайся. У нас есть Миша зато. Давай, Миша. Она пламенела, как стог в стороне, от неба и Бога, как он без подлога, как утром в огне и пожарном бомбе. Она возвышалась горящей скирдой, соломой и сено, среди целой вселенной, с тревожной этой новой звездой. Что ты сказать хочешь? Тебя поразили эти строчки. Чем? Тем, что вот, как звезда может быть далеко от неба. В стороне от неба, да? Она самостоятельно тоже существует. Ты продолжаешь линию звезды, да? Ну, а что еще здесь странно? Мы уже знаем, что там про всякие эпитеты тоже странно. Давай, Ника. Мы смешивали к вам пространство, как бы. Прекрасно. Наконец-то взрослый разговор пошел. Леша, вы участвуете или что? Это место Романтики Христа и это Россия. И это Россия, да? Так, конечно, конечно. Давайте искать, где смешиваются два пространства. Леша, где смешиваются два пространства? Вот то, что Ника прямо подсказала. Ну, тут есть такие строчки, строчки, собаки брели, отираясь с опаской, басы, следы на снегу. То есть, как это могло быть в теплой, жаркой стране? Да. Вообще снег. Вообще снег. Там не только следы. С самого начала, да? Вербруды, представьте, снег и вербруды. Снег и вербруды для начала, да? Прекрасно. Хорошо. Еще что? Давайте. Это уже много. Так, Настя. Стояла зима. Во-первых, в первой строчке стояла зима. Да. Да. Нет, ну, простите. В Иерусалиме тоже есть зима. Но холодно было в Ладониде. В Иерусалиме есть звезда в зимах в Палестине. Но она не такая, как у нас совсем. И снега-то нету, поэтому. Ну, холодно, ну, прохладно. Ну, накинешь там куртку. Вот. Ну, ветер сильный. Так, Леточка. Ну, кто на Святой Земле бывал, а среди взрослых присутствующих таких немало. Вот. Дети у нас по Богу бывали на Святой. Нет? Это вас и было, по-моему, у вас, да? Вот. Ну, представляют, как там хоронили. Ну, по крайней мере, вы знаете, это по описаниям. Видели, как гроб Господь когда-то выглядел на могилу Лазаря, да? Это что такое? Искали. Камни вырубались. Пещеры, камни, да. Вот. Может там быть вот такое в нашем представлении погост, ограды, надгробья, да еще и оглобля в сугробе? Нет. Где кладбище? В России. В России. Кладбище в России. Так, давайте. Вот. Вот. В оконце-сторожки. Ага. Потом, как кутер в огне и пожарном луне. Ага. Горящие скирды, колонны и сена. Ага. Слушай, а это откуда? Вот это откуда? Горящие скирды. Плошка в оконце-сторожки. Вообще, какой у всего этого тональность, какое настроение вот у этих строк. И что здесь появляется еще? Мне кажется, у третьего появляется срез у нас. Лидочка. Не про это хотела? Про свое держи. Сейчас давайте продолжим. Баршни нам очень красивые, важные строчки. Вытащил. Давайте их додумаем вместе. Как-то деревне. Слушайте, ну подожженные стога, горящая скирда, солома и сено. Сено, ну солома подожгли не так страшно, хотя солому тоже в хозяйстве использовали. Вот. Но сено уже очень жалко, его на зиму запасают, да? Что это такое за странные детали? Горящие скирды и плошка в оконце-сторожки? Я думаю, вы сами прокомментируете, да? Ну, мне кажется, что это как бы не только российский пейзаж, а вот именно российский деревенский пейзаж. Именно как, ну, Хрис тоже родился в простой обстановке. И как бы тоже вот именно простая обстановка. И, ну, дальше идут четыре распределкинского пейзажа. Наверное, верхушки ольхи, гнезда грачей. Ага. Прекрасно. Да, слушайте, ну человек уже нам вот, как бы, уже, наверное, пора, он нам называет все-таки своими именами, говорит, а пейзаж-то здесь не какой-нибудь, а переделкинский, конкретно, русский переделкинский. Но и все-таки гоящая скирда, соломы и сено средь целой вселенной и плошка в оконце-сторожки, я смею заверить, что это не переделкина. Что это, как вы думаете, у кого какое ощущение по вашему, ну вот культурным ассоциациям, фильмы смотрите, книги читаете, Ира? Ну, когда представляете строчки, у меня было появилось ощущение, что я нахожусь в Малороссии, в Украине. Там эти хутора. Ну, там хутор в огне, да? А у нас ведь не хутора, правда? Сам хутор, а хутор с юга, да? Или наоборот, из Прибалтики там хуторами живут, да? Ага, очень интересно. То есть, вот здесь вот не хутора все-таки. Вот, спасибо, заметила слово ключевое, потому что здесь еще одно пространство появляется, фактически третье. Вот, хутор в огне и пожар на гумне. Так. Да, здесь все-таки лес. Да, то есть появляется третье пространство. Но оно какое? Что за время? Что за событие? Какое ощущение у вас от этого? Я не знаю, может, я ошибаюсь? Может, у меня одно такое ощущение? От этих горящих скирт? И плошек в окошке встревоженной вселенной. Чем? Что за событие? Что за время? Что за... Маша, твое мнение. Может быть, это какая-то война. Может быть, это какая-то война. Или даже не какая-то. Это тема... 47-й год. 47-й год. Это вообще-то после войны было. После войны два года, а может быть, и первая война, да, которая в детстве видена, и вторая. Те войны, которые пронеслись над Россией, и которые переживались, и в каждой из этих войн происходило свое Рождество. Вот война шла, люди бивают друг друга, горел хлеб. Вот. Да. А при этом вот жизнь продолжалась, вот происходило каждый год свое какое-то новое Рождество. Вот теперь вопрос. Смотрите, у нас получается, что в одном стихотворении зачем-то наплывают друг на друга, сменяют друг друга. Да, Палестина-то есть. Ну, с Россией более-менее понятно, причем оказалось две России. Переделкинская, с переделкинским пейзажем, которым мы сейчас все-таки все детали назовем, и очень разная. Степная, более южная, наверное, плюс и время такое. Может быть, современное написание стихотворения, а может быть, и прошедшее, в прошедших пронесшихся войнах. Тут еще времена кое-какие есть, может, кто их увидит. Так, Анна Борисовна. Светала, значит, из кедра. Ну, кедра, пожалуйста. У нас Палестина пошла. Так, еще где тут Палестина? Вагонщики и овцеводы. Ну, и верблюды вообще-то уже упомянутые. Верблюды-то, да, как-то с верблюдами у нас здесь туговато. Вот еще осел мог забрести иногда, но с верблюдами... Так, давай. И у нас еще звездочеты. Звездочеты. То есть, сами герои евангельского повествования, евангельских событий, да? Хорошо. Пастухи, волхвы, звездочеты. Ну, волхвы и звездочеты, как вы понимаете, это здесь синоним, да? Это одно и то же. Потому что волхвы были мудрецами таинственными, вот они здесь названы еще звездочетами. Анна Борисовна. Смотрели с утеса. Утес, но это у нас есть и только где-то усиленно в горах. В гостине это все-таки более горные. Более горные. Там это очень-то зажига. Кудовольная голода и погонщики оттуда. Ну, все-таки это оттуда, да. Это оттуда. От хлева и от вот этих домашних зверей, которые туда подошли. Вот ребята сразу обратили внимание на овчарок. Нам почему-то овчарок не хочется туда поселять. Мы не присмотрели. Может, там и были овчарки? Ну, нам представляются овчарки почему-то местными такими животными, нашими родными, знакомыми. Уж точно мы не знаем. Так. Ну, хорошо. Давайте теперь с временами разберемся. Сколько здесь времен? Сколько здесь пейзажей? Может, мы и не все разглядели? Давайте с временами разберемся. Ну, давай, Нихочка. Ну, на первый взгляд за метр в три времени. Это время Пастернака, это время Пастернака, и это будущее. То есть, данное видение в будущей поры стало благодаря всем пришедшим постам. А вот когда это пришедшим постам? Это Пастернак, это такая футуристическая мысль? Это он думает о будущем мира? Все. Давай, перечитайте строчки первых. Как раз начало? Всем мысловиков, всем мечты, всем миры, все будущее в музее, все жалости в пейзаж, все желающие идеи, все елки на свете, все среди твари. И прям дальше. Весь трепет затепленных свечек, все свепи, все великолепет, все твой мешок. Остановимся. Что это за время и что здесь перечисляется? За что-то, по-моему, елку ставят, потому что и шура там. И шура на елке, да. И шары золотые. И шары золотые елочные, так, и еще что-то. И затепленные свечки. И затепленные свечки. То есть, это елочные праздники, да? Хорошо, еще что, Маша, включайся. Там, можно сказать, все елки на свете. Все елки на свете. А это каких же времен елки? Мы сейчас про времена рассуждаем. Это рождение от Рождества Христова до нынешнего дня. До нынешнего дня. Ну, елки, конечно, не ставили сразу после рождения Христа. Елка достаточно позднее, но все-таки что-то происходило. Вот это некое празднование события, по-разному оформленное, по-разному происходившее, да, в разные времена. То есть, это будущее относительно Пастернака, и это будущее относительно чего? Пожалуйста. Мне кажется, что это как раз от Христа, и это будущее относительно Пастернака тоже. То есть, это и до Христа, то есть, от Христа и до Пастернака и дальше. То есть... Тогда получается что-то вроде вечности. Да. Да, такого вот, некие вечные вещи, которые тогда начались, и дальше уже не кончаются, и будем надеяться, не кончатся, пока есть человечество, правда? Вот. А почему все будущее галереи и музеев? Есть версии? Ну хорошо, с елками понятно, Рождество празднует. С мишурой понятно, с шарами понятно. А что делать с галереями и музеями? И с феями что делать? Это какой-то сказочный мир. Так, а как он сюда попадает? Сказочный мир. Все сны и детворы. Так, а почему сны и детворы? Сюда попадают и феи. Ну вот, младшему поколению как раз и слово. Мне кажется, что потому что на Рождество там еще один мороз приходит, это сказка. Это Рождество, это сказка. На Рождество превращено, да. А у меня много всяких сказок сочинено, да? Да. Прекрасно. И когда ты спишь, то там все такое чудесное. Чудесные сны. Рождественские сны, они особые. Человек спит, видит там и подарки, и праздник, и чудеса всякие. Прекрасно. У меня тоже стоит. Два сне. Ну да, такие вот рождественские. Хорошо, рождественские сны – это такое состояние души. Но вот про феи понятно, а вот про галереи и музеи. С феями немножко разобрались. Но с галереями и музеями, они же отдельно все-таки. Это не сны явно. Это реальные. Все, будущее галереи и музеи. Не выдержит, Рим Анатолий, давайте, Рим Анатолий. Мне как раз, вот я здесь же говорю, что мне как раз про феи непонятно. Про феи непонятно. Про феи непонятно. Ну, дело в том, что когда мы приходим в музей и смотрим искусство прошлых веков, то оно, собственно, и будет нам являть сюжеты, связанные с тем, кто появляется в этот момент. То есть все будущее этих музеев, если бы это событие не произошло, то и музеи, собственно говоря. Ну, или они были бы совсем другими. Или они были бы совсем другими. Или они были бы совсем другими, да. И на самом деле, если мы вспомним, все академические задания, академия художества, они всегда и в Европе, и в России, они были связаны. Либо это надо было библейский сюжет написать, либо евангельский сюжет написать. Поэтому, ну, не говоря о огромной традиции иконописи во всем мире. И просто такие вот сюжеты, рождественские, нерождественские. Я бы хотела сказать, что, собственно, и культура живописи началась с культуры иконописи сначала. То есть не было бы иконы, может быть, это не так бы развивало живописи. Нет, у нас была античная культура. Там, конечно, больше мозаика. Но там они все это очень прекрасно умели. Уж так. Ну, да. Нет, ну, в общем, так и сказано. Вот, смотрите, как интересно. То есть это вот такое, это вот такое вот время, вне времени, да, у нас получается. Так, ну так зачем это наплывание? Зачем вдруг соединено прошлое, настоящее будущее, Россия, причем в разные времена и в разных местах, разная Россия, и Вифлеем, Палестина. Зачем? Настя? Ну, вообще считается, что Россия — это Третий Рим, к Четвертому не бывать. И Россия, она приемница же, ну, из Христа, приемница Византии, да. Ну, она сейчас вот, ну, могу сейчас сказать, что она несет тоже это, вот, покров, покров вот такой вот, и поэтому как раз с Россией и с Христом как раз напрямую здесь в этом стихаре не связано. Ну, здесь ведь не только Россия, здесь вот все будущее галереи, музея всего мира, да, и все феи, феи вообще не совсем русские существа, они не из русских сказок, по крайней мере, пришедшие, а из этих больше европейских. Это да, феи непонятные, феи сказки, конечно, все щелкутчики и вся вот эта вот сказочная мифология, которая окружила Рождество со временем, окутала, да, вот. Еще версии, Настя такая, совсем такая грандиозная версия, а у нас тоже будет, может, грандиозная, но может быть другая, Маша. И что могло породить это стихотворение вот в таком его состоянии? Давайте представим, ну вот здесь, вот Борис Леонидович был в этом доме, вот вы замрите и представьте это чудо, где мы находимся вообще, да? Вот Сочельник, Сочельник прекрасно описан у него, Борис Живак, вот Сочельник. Вот мы с вами в этом доме, мы ждем Рождества, он ждет Рождества. Что-то происходит вокруг, пишется это стихотворение. Может, он писался не сам по воспоминаниям, а может, прям исключительно вот в дыхании этих событий. Где-то елка стоит в доме, шары на ней, цепи висят. Мы сегодня прошли дорогу, что могло войти сюда, и причем вот сразу вместе как-то преобразится, ой, ее мемориальная лампа, преобразится в этом стихотворении. Давайте вот мы сейчас с поэтом вот встанем на его место, это очень сложно, но чуть-чуть вот так вот на цепочке приподнимся, возвысимся и представим, как это рождается. Из чего рождается? Вот у нас интересно, из чего рождается поэзия? Мы с этого начали разговор. Вот из чего родилось это, одно из самых великолепных в мировой поэзии стихотворений. Из каких деталей вот этого самого переделки, на той дороге, по которой мы прошли. Текст вам поможет. Только давай с текстом, Ник, нет? Не хочешь текстов? Давайте с текстом, это будет точнее и глубже. Не у всех он есть в руках? А вот там один, наверное, у Рима Тулин есть, может туда-назад передать, без текста, чтобы могли там заглядывать. Есть у всех? У всех? Вот там вот, ну, в пришедшем у нас без. Вот там вот девушка сидит. Давайте наизусть помнят дамы. Вот, а вот наизусть помнят с детства. Так, Настюша готова, давай. Морозная ночь походим на сказку. То есть, ну, вообще это всё. То есть, вот, вот, я сама знаю, что на морозная ночь она походит на сказку. Да. Снег падает, с фонари стоят. То есть, вот на улице мороз, это как бы тоже погружается вот на сказку. Хорошо, а где он входит сюда мороз? Текст, а не ещё. Ещё давайте, давайте, мы чей-то... Ну, вообще, можно, можно... Не детям, не детям, не детям. Не детям, давайте детям дадим, не качкаю. Давайте подождем. Да, не было поле в снегу, и там можно. Ограды над кровью, обловлю с углом, небо над вами ещё не помню. А ну, где было? Тут, погоз, рядом. Ну, вот там было. А ну, вот, как рядом, там было. Полю снизу, погоз там вдали. Да? Хорошо, ищем ещё. Сексварение. А? А уж какие ограды. Какие ограды, да. Ну, газные ограды, да, тогда побеги, были ограды. Да ещё там они не богатые. Вот, давайте смотреть ещё. Ещё здесь есть, здесь есть ещё много таких деталей, которые взяли и превратились. Увиделось в них и совсем, вот, момент Рождества, и то, что потом происходило. Ну, вот ёлку мы представили в доме, да, поэтому с ёлкой более-менее понятно. У нас всё-таки пейзаж. Ну, нету больше ничего переделкинского. Только поле в снегу и погоз. Это здорово, действительно очень важно. Но, мне кажется, тут ещё кое-что есть. С пруда скрывали верхушки, архив и виталя. Часть пруда скрывали верхушку. Архив. Начать было видно отлично отсюда. Вот отсюда, это откуда отсюда? Это отсюда. Это отсюда, понимаете? Было видно чуть-чуть. Вот там вода сет у него, вот там. А пруд-то был? Закруда была? Он есть, да? А, он там был. Вот. Хорошо. Что ещё давайте искать? А всё-таки куда идут-то? Вот что тут-то появляется? У нас есть как раз вот в этом, что Маша сказала. Красавица, очень простейшая. Ну, сколько там. Угу. Что часть пруда скрывали верхушки и архив. Часть была видна отлично отсюда. То есть, то есть, гнёзда грачей и деревья верхи. Вот кончается вот этот пердель. Наверняка это были реальные гнёзда грачей, реальные верхи деревьев, да? Как шлифт, то есть, запруда, ослы и верблюды. Тут уже начинается другое. То есть, запруда есть, пруд есть, но только представляется, что там, вот в Снежном Марье, рождаются образы, вот, Вифлеема. Рождаются образы вот этих животных домашних. Прекрасно. Но не исключено у нас сочельник. И не исключено, что Борис Леонидович куда-то собирается идти. Совершенно не исключено, что он собирается идти в сочельник. В церковь вообще-то. Вот там Борис-то пытается. Давай, Борис-то. Ну, вот это тоже исключено. Исключено? Не ходил? Нет. Не ходил. Наблюдал только. Видел, как идут. Но люди шли. Люди шли. Церковь. А думать думала. Да, дума, там служба, там вертеп мысленный, да, икона лежит, изображающая вертеп. То есть там это событие воплощено в церковных образах. И они там, они недалеко, это все представляется, да? Хорошо. То есть вот то, что он, если, допустим, обычно ходил туда, в эту горку, все равно зачем-то, может быть, мимо храма. Он знал, как зимой вот в эту вот морозную сказку можно там уйти по снегу. Ну, как мыслило, это пустяк. Это от шарка, не пустяк, но сделалось жарко. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то сновьюжил на снежные гребы. Вот незрел. То есть как бы дорога идет вот туда, к храму. Это дорога туда, вот к храму. Где совершается Рождество каждый год заново. Каждый год богослужения, оно переживает. Храм Братин виден. Вот. Да, я помню, что виден храм. Да. Лес был чуть ниже, и у пола храма, и, собственно, в августе они там присутствуют. Да, в августе очень хорошо. Ну вот. Ну что же, у нас, в общем-то, мы ответили на вопрос, может быть, кто-то хочет еще добавить. Можно я даже здесь? Да, и вот Риман Тольно хотела, да, конечно. Просто поделимся. И поправить можно. Потому что, конечно, мы живем в этих стихах уже так давно, кажется, что как дома, да. Вот. Но мы живем в жизни Пастернаков. Обязательно так же. Пусть он нам простит это. И гостевание. Но на самом деле это тоже важно. Потому что там значительно больше примет пастернаковской жизни, чем мы даже сегодня обнаружили. Но дело даже не в этом. Дело в том, что неужели никого не поражает один факт. Ведь, собственно говоря, кто рассказывает нам эту историю? Кто живет? Кто? Кто живет? Ну, это тоже хорошая направленность. Это правда, да. Да, будем это иметь в виду. Свидетель. Что, по-стану, нам в этом свидетели? Молчат. Правильно молчат. Потому что, конечно, никак бы мы не пленились этим всем и не вошли бы в это туда, если бы он не был убедителен в своем свидетельстве. А свидетельство это явлено именно детальник, который он пережил. А как еще? От кого заимствовать? Горящий листок? Конечно, это и пожар в детстве, это и пожар на даче, этой даче, на другую. Это все, все пожары, да, как вот эти галереи. Это галерея, это отец, художник галереи с детства, да, то есть туда входишь и входишь в эти пейзажи. То есть он, конечно, свидетель, да, но он свидетель собственной жизни, собственных открытий, своего собственного опыта. И этим опытом вот этой детализации он нас туда втягивает, а мы даже не задумываемся, Господи, кто это говорит? Кто это говорит? Плюс еще одно очень хорошее ваше замечательное, замечательное наблюдение. Конечно же, это Юлия Андрей Дживаго, потому что мы знаем, что стихи его, да, его, и как хорошо встать в сторону, сказать, это не я, это Юлия Андрей Дживаго. Это Юлия Андрей Дживаго, так что ты сказала, он все видит, да. Ну, мечтал. Еще, да, еще какие-то открываются дополнительные пространства и прочее, и так далее. И, конечно, там и Ирпень я нахожу, вот его, Ирпенское и Ирпенское лето. Там вообще в пастернаторской жизни очень довольно плотно в деталях существует, вот, в стихотворении. Ну, вот, я сказала. Спасибо. Очень здорово. И важно, да? А Римма Анатольевна, которому все же не давали, сказать? Ну, что, как вы сказали, сейчас, может быть, даже звучит, вот, когда про время говорили, вот, разные времена, я, вот, очень трудно, правда, всегда сказать словами, и, скорее, вот, какие-то аналогии. Вот, это совершенно другой писатель и другое событие, но тоже, да, это вот здесь с временами, как у Чехова в студенте. То есть, это не вечность какая-то, а это вот время, которое, вот, время вообще, время и вечность, которые вроде бы друг другу антонимы, где все возможно. И получается тогда, вот, когда я вас услышала, я поняла, что вот мир художественного произведения, это вот потому и, вот, они в этом изоморфное, скажем так, да, вот, создание этого мира с временем и создание такого текста, потому что здесь все соединяется, и все может вместе существовать. И вот точно так же, как у Чехова в студенте, вот эти вот, все затронут, и здесь то же самое, все времена, и ничто друг другу не противоречит вообще. И все с этим уживается. И басы, и пастухи по снегу, и все. Ну, вообще, истинные переживания событий культуры, и тем более событий религиозных, они, конечно, вот так и существуют. Во мне, вначале там, где это первородно, единственно, потом в вечности, в людях, в мире, а потом во мне самом, иначе, и если нет хоть одной из составляющих, то они не имеют цены, или они очень мельчают эти события, они сводятся, там, к морали могут сводиться, или к событийности чистой, а глубина переживаний уходит. Если я, там, ну, вы помните этот прекрасный пушкинский сюжет блудного сына в колпаке на станционном смотрителе, да, когда вот так плоско, морально, чисто наказание, вот сын ушел, вот, да, и как, насколько глубоко это событие переживается в притче евангельской, насколько это серьезно, насколько это опять у каждого в жизни свой блудный сын, и каждый в жизни пережил это состояние возвращения, каждый из вас переживет это состояние еще не раз, вот, и вспомнит эту притчу, и она окажется совершенно бесконечной, безмерной и ко всему на свете применимой. Вот, и так, наверное, про все. Вообще, вот, на самом деле, главная наша задача, вот тут много прекраснейших учителей литературы находится, вот, Римана Тольно, правильно, да, тоже учитель литературы, да, вот, но мы не знакомы, вот, там, Мария Марковна Казбек-Козелы, которую когда-то я эти стихотворения прочитала впервые, как вы, вот, Наталья Александровна с ней рядом, да, и, в общем-то, наша задача, вот, не дать вам каких-то знаний побольше, чтобы вы за... Мы, конечно, очень хотим, чтобы вы много стихов знали наизусть, потому что это просто очень здорово, когда в человеке строчки живут, и он начинает думать немножко умнее, глубже, ярче, у него краски, знаете, как он, ну, можно дать фломастера ребенку рисовать, и он знает, красный, синий, зеленый рисует фломастер, такие условные фигуры, а можно дать, как вот у нас Ника прекрасно пастелью пишет, да, можно взять пастель, такое сложное художественное средство, и писать оттенки, нюансы, вот, и вот наша-то задача, вот, с одной стороны, дать вам тексты как средство мышления и осмысления жизни, а еще погрузить вас вот в этот рассол культуры, хоть немножко, в этот раствор, и вот, ну, а мы сами-то этого не можем, мы сами только проводники, такие вот сталкеры, поэтому мы вот вам даем тексты, введем вас в эти тексты, и, может быть, вот Сашка сегодня не зацепила, я, к сожалению, хотя ужасно старалась, но у нас с ним еще полтора года, я его еще все-таки, я его добью, этого Сашку, вот, Ромка, вот, прикидывается, но его уже зацепила, а, ну, Саш, ничего, у нас просто военный человек, ну, все строго, но мы его в другом месте зацепим, в рассол культуры засадим, вот, просолим, да, так что вот, ну что, я не очень, я не взяла часы, у меня они просто ломные, а телефон постеснялся, это некрасиво, здесь 10 телефонов бы лежал, я не очень понимаешь, у нас со временем, 10 минут 6, поэтому мой, как бы, лимит, нет, да, ничего, да, прекрасно, так, ну, Миша хочет нас, что-то еще нашел удивительное, да, Миш, давай. Как будто про образ церкви, да, камень, садись, жду камень, да, садись, жду камень, ну, кстати, интересный образ камня-то, где-то сам камень-то, он настолько очень важен всегда, молодец, а арава тебя ничем не поразила, Миша? Слово арава, это откуда слово, подходит оно, ты мог сам так про Евангелие сказать, арава какая-то стоит, икона бы рассмажется, по баукам толпился, арава народ, ты так сказал? Ну, прямо про фарисеев бы сказал, а просто про толпу, да? Ну, арава фарисеев бы, у меня в народе звучало. Фарисеи у нас с вами в дурных днях, вот, да, и мы, наверное, давайте тогда, раз уж такое дело пошло, возьмем сейчас дурные дни, хорошо? Вот, они не такие светлые, не такие совсем, совсем не такие, они страстные, а у нас переде Рождество, Рождественские дни, но зато, раз уже такое зашла речь, да, нас никто наизусть не учил бы в дурные дни, да? Нет. Так, ну, сейчас у нас с вами мы потом переживем в классах со своими учительницами эти стихи в нужное время, в нужном месте, а сейчас мы просто прочитаем, немножко переживем и поищем Переделкина в этом стихотворении. Это уже страстная, но тоже Евангелие, дурные дни. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, а санны навстречу гремели, лежали с ветвями за ним, одни все грознее и суровее, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловье, конец. С венцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как леса, и темными силами храма он отдан подонкам на суд, и с пылкостью той же самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед. И полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминалось, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чудо дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посух, ушел, и сборище бедных плачуги, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал. Что за событие? Что за событие? Жизнь в Иисусе Христа. В принципе, это его чудеса. Нет. Он на суде вспоминает... На суде, да, вот вспоминает. А что за подвал в последней строфе? Это воскрешение Лазаря. Это воскрешение Лазаря, совершенно верно. Грифания, воскрешение Лазаря, да? Хорошо. Ну и тут много других евангельских событий, да? Они здесь четко названы, дурные дни. Это вот событие, которое церковь переживает вместе с нами на Страстной. А здесь есть вот такой же наплыв переделкина, наплыв переделкинского пейзажа, или нет? Или здесь я придумала это? Зывай, придумала. Маша? Ну и тут вот толпа на соседнем участке заглядывала из ворот. Возможно такое? Я бы мало... Трудно представить, сие в Палестине. Там не было в то время ворота. Ну и вообще участок, заглянуть, да? Сами слова-то какие? Дачные, подмосковные. Толпа на соседнем участке, нигде больше, да? С финцовной тяжестью все ее легли на дворы небеса. Мне тоже кажется, что в Иерусалиме небо очень высокое, как правило, чистое. Там туч почти не бывает. Зато вот скорее... Мне не приходилось, видите, я в разное время, вот, оба раза, была в осенью, да. Настя? И полшепоток по соседству. Да, да, да. А как это так? Зачем здесь-то появляется? Ну вот, знаете, бабушки сидят на скамейке, она там пошла туда-то, там, мама там сделала, что-то... Примерно точно так же. Ну да, писательский городок, это что ж такая деревня со своими склоками, сплетнями. Они же все друг друга знали, они сталкивались, сталкивались интересы, они были очень разные. Тут тоже было множество своих неприятных моментов. Была и дружба, и помощь взаимная, но было очень много интриг и неприятных переживаний, да? Вот, и вот этот шепоток по соседству, что-то случилось, да? И дворище бедных лачуги, и спуск, и случаях в подвал, как там, поместим, ну, там была пещера. Да, лачуга, вот сама лачуга вас смущает, да? Нет, даже больше подвал. А, само слово подвал. Ну, в общем, да, там в могилу он спускался, на самом деле он спускался, там глубоко могила, и он идет по ступеням, даже... Нет, нет, он спустился, он вошел в гроб, в гробницу лазаря. Да, да, да. А тут появляется вдруг подвал. Но все-таки в основном, в основном, вот именно те вот центральные строчки, да? А зачем здесь этот наплыв? Ну, вот с Рождеством, да, мы вот переживаем Рождество каждый год заново, и это. А здесь-то как? Он очень любит переделки, в конце. Он очень любит переделки. Прекрасный вывод для сегодняшнего дня, очень нужный нам сегодня. Прекрасно. А еще? Ну, вот здесь любит-любит, а переживание с переделками здесь связано совсем не светлое. Здесь что-то такое происходит. Может быть, он немножко осуждает эту жизнь, которая идет вот за пределами его дома. Ну, я не знаю просто. Ну, хорошо, вот твоя версия, мы ее все услышали. Костя? Мне кажется, что он как-то переделки, но еще и говорит, что оно не так и хорошее, что там бывают тоже какие-то недостатки. Ну, да, разная жизнь, мы про это сказали, да. Но все-таки, ну, что за переживание? Почему оно попадает вдруг в такое величественное стихотворение? Острастной неделе, евангельские события, вдруг и пол шепотов по соседству, и слухи со всех численностей. И вдруг это переходит в бегство в Египет, совершенно евангельское. Может быть, он еще и, ну, как бы, примеряет. Кстати, с бегством в Египет интересное, может быть, примеряет на свое, вот, на свой мир, в котором он живет, он примеряет как раз вот этот вот, что вот эти соседи там что-то шуршукаются, там, вот с оглядом, вот эти ворота. Вот это все то, что, допустим, может быть, делали в Палестине как раз люди, которые осуждали Иисуса Христа, которые кричали в ворота, не растут. Может быть, он это примерил на свой мир? Ну, конечно. Ведь, смотрите, мы говорим, даже человек, может, не церковный, не вершинный, говорит, о, тяжело крест нести, говорит человек. Нести крест, само выражение, несение креста, оно вошло в нашу жизнь, в наше представление несения. А кто крест нес? Крест нес Христос. Да, поэтому вот человек воспринимает свои испытания как испытание, вот вспоминая, что испытание переносил Христос. И как бы там он представляет, у себя представить, как это было тяжело. Поэт как бы входит в то время через себя, понимаете? Вот. Попытка погрузиться и понять, войти туда, внутрь. Вот. Ну. В 49-м году. Ну, это еще нет истории с доктором Желак, конечно. Это до того. О, но неприятности хватало, и шепотков наверняка хватало. Нет, нет, до этого было историческое конечное множество, и 30-е годы, начинается с 2007-го уж точно, там и шепотки, и все такое прочее, и ожидание смерти вот на соседнюю через дачу Афиногеновской, ну, в смысле ареста. Нет, все это было, все это очень насыщается как раз такими жизненными пастернаховскими. Ну, вот место в Египет и детство, ведь многие родные и близкие, исход произошел за границу, в эмиграцию, многие там, и вот, и да, он здесь, и вот это тоже, наверное, не случайное воспоминание, здесь я, я здесь, я переживаю вот все это вместе с другими. Так, ну что ж, спасибо, мне кажется, что очень здорово вы все переживали сегодня, и можно еще бесконечно говорить, но мы, наверное, у нас тут две версии, мы тут притащили, говорили, что можно чай, мы принесли стихи наизусть, и мы принесли и сладкое к чаю, и стаканы принесли. Вот как мы будем читать стихи? Мы сейчас их послушаем, а потом за столом чай попьем. Ну, давайте, пока настроение держится тогда, кто, значит, кто учил или просто хочет красиво прочитать стихи Пастернака, давайте почитаем. Вот, могу даже, кто-то хочет, вот, а они нет с собой, я тогда дам сборник. Вот. Ну что, давайте с Устини и Машей начнем. Они были по дороге поражены летнее переделкино, они увидели первую строчку, я им дала повторить другой стих, которые говорят, «По дому пройдет привидение», хотим, про привидение хотим. Вот. Но они молодцы, они сразу поняли, что за привидение, не успели дочитать. Вот. Ну вот, они это сделали в электричке по пути сюда, но с огромным удовольствием. Давайте, девчонки. Борис Пастернак, Июль. По дому пройдет привидение, Везде шаги над головой, На чердаке вывлекает семья, По дому пройдет домовой, Везде болтается не кстати, Мешается во все дела, В халате крадется кровати, Срывает скатерть со стола, Но по порогу не обчурши, Бегает в вихре с возника, И занавеской, как станцовший, Взбивается до потолка. Кто этот баловник невежим? Кто этот призрак двойник? Да это наш же лес приезжий, Наш летний дачник отпускник. На весь его недолгий роздых Мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух Снял комнату у нас в наем. Июль, таскающий в одежи, Пуха дуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, Все громко говорящий вслух. Степной, нечесаный растепа, Растепа, пропавший, липой и травой, Во твой и запахом укропа Июльский воздух луговой. Июльский воздух луговой. Девчонки спросили, решили читать. Ну, пусть так, да. Я думаю, что мы обязательно не осудим, Те мы действительно учили наспех, А такое ответственное дело читать В таком месте стихи Пастернака, да? Ну, узнаваемый дом, где мы находимся. Ну, вы его увидели, Вы это все представили здесь, В этих комнатах, правда? Прекрасно. А что за привидение-то? Девчонки сразу сообразили. Все? Все поняли, что за привидение? Сашка, что за привидение? А вот именно, потому что не слушаешь ничего. Леш, что за привидение? Вот так, мужики, вот так. Малыши обгадали сразу, а вы не напрягайтесь. Что за привидение-то? А? Что за привидение? Что за потом убрать привидение? Что за привидение убрать потом? Всем можно говорить? Ну, это же просто, очевидно, да? Конечно. Ну? Нет. Дух дома есть предположение. Еще? Как? Это выпускник. А? Это выпускник какой-то. Отпускник. Да нет. Отпускник. Отпускник. Отпускник человек, который ушел в отпуск. Да. Так, что же это за отпускник, за привидение, которое бродит по этому дому? Видите, какие версии? Девчонки, молчите. Вы правильно догадались, никому не подсказывайте. Они сразу угадали у меня. Чуткие читатели. Миша? Ветер. Ветер. Ну, ветер здесь есть. Да. Но почему привидение? Ветер-то тут вполне себе зримый, он срывает, скатерть. Ну-ка ищем. Что же за привидение, подумают? Большим тоже можно. Если это вам кажется абсолютно очевидным, не бойтесь говорить об этом вслух. Наконец-то очевидное должно стать явным. Высказано. Ну, что за привидение-то? Может, малыш какой-то. Ищи в тексте, друг мой, в тексте. Не выдумывай. Ищи, там есть ответ. Там есть прямой, простой ответ. Ника. Желез приезжий. Докажи. Тут жильцов приезжий. Тут не было приезжих. Вот вам хранитель музея и говорит, нет, здесь... Еще сдавать в наем. Дом в наем не сдавался, говорят вам. Поэтому эта версия не прокатывается. Это июль. Это июль, говорит Ника. Проверьте по тексту. Точно ли июль? Июль снимался. Мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Кто снял-то? Июль. Всего лишь надо внимательно, не мимо текста читать. Здесь даже никакой особой поэтической загадки нет. Даже метафоры. Девчонки вот сразу уловились первое прочтение. Так, ну хорошо. Так, кто у нас еще? Настя? Ну, давай. Настя, давай, давай. Миша, Миша, все. Давай, Миша. Миша сам выбирал стихотворение. Я кончился, а ты жива. Ветер жалосе плачет, Раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, А полностью все дерева. Дерево со всей даги беспредельной, Как парусников кузова На глади бухты корабельной. И это не из удовольствия или из ярости бесцельной. А то, в тоске найти слова Тебе для песни клубильные. Миша, что ты тебе лет? Миша. Здорово. Миша у нас пишет. У нас кружковец такой. Он пришел с мамой, потому что маме было его нигде оставить. И осел. И очень даже нас... Часто нам всем подсказывают нестандартные ходы. И очень хорошо он чувствует поэзию. Миша, ну ты узнал переделки на своем стихотворении? Да. Да? Ты что-то узнал? Ну, да. Вот эту вот лес и дачу. Лес и дача, конечно. И сосны, да? Вот они вокруг качающиеся. Конечно. Все правильно. Так. Кто еще? Давай, Оленочка. Дерзай. Подглядывай, не бойся. Ничего. Лучше не делать ошибок. Лучше прочитать. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале на взрыв. Пока грохочущая слякоть весною черная горит. Достать пролетку. За шесть гривен через плаговище, крик колес. Перенестись туда, где ливень еще шумеет чернил и слез. Где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют. И ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи на взрыв. Спасибо. Здорово. Молодец. Так. Настя, давай. Давай, давай. Ты у вас одна поможешь. Ника, Ник не учила? Нет. Маша. 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 А сейчас тогда и там спросим. Три месяца тому назад, лишь только первые метели на наш незащищенный сад Со стервененьем налетели. Прикинул тотчас я в уме, что я укроюсь, как затворник, И что стихами о зиме пополню свой весенний сборник. Но навалились пустяки, в горой, как снежные завалы. Зима, расчетом поприки, наполовину миновала. Тогда я понял, почему она во время снегопада, Снежинками пронзая тьму, заглядывала в дом из сада. Она шептала мне, спеши губами белыми отстужить, А я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже. Пока под лампой устала, я медленно зимним утром ранним. Зима явилась и ушла, непоняты напоминаниями. Спасибо, Машка. Ну, кто у нас? Вот там вот спала рука, пожалуйста. На страстной. Еще кругом начинаем вновь. Еще так рано в них, что звезд во небе нет числа, И каждая как день цвета. И если бы земля могла, она бы пасху распала, По почтению сады. Еще кругом ночная угла, Такая ранняя света, Что площадь вечностью легла, От перекрестка до угла, И до рассвета и тепла еще тысячелетий. Еще земля голым гола, И ей ночами нечем раскачивать колокола, И вторить с водой пепчет. И со страстного четверга, Вплоть до страстной субботы, Вода буралит берега, И вьет водоворот. И лес растет, и не покрыт, И на страстях христовых, Как струи молящихся, Стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, Как на сходку, Деревья смотрят на решет, Церковные решеты. И взгляд их ужасом объят, Понятна их тревога, Сады выходят из-за град, Колеблется земли уклад, Они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, И черный план, И свечи в ряд, Заплатанные лица. И вдруг навстречу Крестный ход выходит с плащаницы, И две березы в ворот Должны посторониться. И шествие обходит двор По краю тротуара, И вносит с улицы в притвор Весну, весенний разговор, И воздух с привкусом брасфор И вешний вулкар. И март разбрасывает снег На паперти в толпе колек, Как будто вышел человек, И вынес, и открыл ковчег, И все до нитки ростом. И пенье горится на зари, И, нарыдавшись в тост, Доходит тише изнутри, На пустыре под фонари Псалты и леопосты. Но в полночь Смолкнут тварь плот, Заслышав слух весенье, Что только-только Распоголть, Смерть можно будет побороть Усильем воскресенье. Ой, прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. Август. Как обещала, не обманывая Зеленого солнца утром рано, Красой полосой шапрановая От занавеса до дивана, Она подпыла жаркой окрой, Мы пос... Соседняя леса, Дома поселка, Мой постель, Подушку мокрую И крастины За книжной полкой. Я вспомнил, По какому поводу Была слегка Ложная на подушках. Не снилось, Что ко мне На проводы Шли по лесу И вдруг за дружкой. Вышли там пою, Брось и парни. Вдруг кто-то вспомнил, Что сегодня, 6 августа по-старому, Преображение Господне. Обыкновенно свет Без пламени Исходит в этот день С фавора, И осень, Ясная, Как знамение, К себе приковывает Зора. И вы прошлись Сквозь мелкий, Нищенский, Ногой, Препещущий ольшаник, Вы видно красный лес Как пищенский, Горевший, Как печатный пряник. Ой, Сплетившими его вершинами, Сплетившими его вершинами, Соседствовало небо важно, И голосами-петушинами Перекликалось Дальше потяже. В лесу, Казенной землемершию, Стояла смерть Среди богоста, Глядя в лицо Мое умершее, Чтоб вырыть Яву У меня по росту. Был в семь, Ощутим Физически Спокойный Голос Чьей-то Ряда, Так прежний Голос Макровический Звучал, Некронутый Распадом, Прощай, Лазурь Преображенская, Золото Второго Спаса, Согрей Последнюю Ласки Женскую, Не горечь Рокового Часа, Простимся Горь Ты Безопренищина, Простимся Без неунижений, Нарисающая Вызов Женщина, Я в воле Твоего Сражения, Прощай, Размах Крова Расправленная, Полета Горда И упорства, И образ Мира Слове Явленное, И творчество, И чудо Твои Слово Очень хотелось, чтобы вопрос прозвучал, даже было просто прочитать его, но вот так здорово, что вы его прочитали, большое спасибо, да, тем более, смотрите, у нас сегодня тема была, ну, заявленная, долго придумала, как это сказать, преображение переделкинского пейзажа в поэзии Пастернака, а это здесь тема преображения, да, вот оно как-то должно было обязательно сегодня эти слова преображения прозвучать, вот Господь на фаворе преобразился так, что вот узнать было нельзя, впервые, единственный раз было видно, что он Бог, а не человек, да, он был так прекрасен, что уже никуда уходить не хотелось, а здесь такое грустное стихотворение, человек увидел во сне, как он умер, вычитали это, мальчишки услышали, да, человек увидел собственную смерть, вот есть одна загадка, а может быть, кто-то ее заметил, вот тут есть, ну, тут их много, на самом деле, этих загадок, может быть, кто-то заметил, здесь некие такие несовпадения, некие вот, я помню, у нас была история, мальчик был такой очень техничный, и он, а, Ник, твой брат, кстати, когда был маленький, и он, значит, смотрел фильмы и говорит, мне ужасно, не поэзии, какой-то хороший такой новый фильм, говорит, нет, фильм ужасный, там самолеты, шасси неправильные, вот, понимаете, вот, как бы в поэзии часто шасси неправильные, а стихи от этого только лучшие, часто, а наша задача понять, почему шасси неправильные, чаще всего не потому, что поэт не знает, какое шасси и как это устроено, а потому, что ему так надо, вот ему в этот раз надо взять, изменить естества устав, преображение естества устава, вот, изменить, как бы, природные законы, вот здесь есть нарушения, что не так, на самом деле, бывает. Ну, Машенька сообразила. Ну, как бы, тут ему во сне все это приснилось. Ну, да, ну, во сне, нам что, только ненавиднее увидеться, вот, действительно, приснилось, это было, как я понимаю, после инфаркта, да, после больницы, человек пережил, действительно, ну, он был на пороге смерти, и... Серьезно, да. Очень серьезно, да, и думал о вечном, там, несколько стихотворений появляется после этого, серьезнейших, в том числе, вот это, может быть, главное, да, вот, поэтому, ну, сон не сон, но вот некое представление, видение себя уже вот оттуда, как бы, над мирный взгляд. А вот что здесь в мире-то? Тут с календарем, я про календарь. Маша? Ну, август, это еще не важно. Да, 6 августа по-старому, и 19-е по-новому. Какие? В 19-м случае, в 19-м случае, в 19-м. А, какой мирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник? Да, да. Ну, откуда? Он загорится, как печатный пряник, не ранее, чем через полтора месяца, ну, через месяц, как минимум, когда ранняя золотая, вот, необычно, к концу сентября. Сейчас случится и осень, ясная и красная. Да, да. А почему? Вот зачем это шасси здесь неправильное, а? Почему такое допущение вдруг? Ну, это же сон. Это же сон, да. Кстати, очень, по-моему, правильно. А еще почему? Во сне все можно. Во сне можно нарушить. А зачем нарушать даже во сне? Он все-таки поэт, он хозяин немножко в своем стихотворении. Вот. Зачем он так похозяйничал и преображение сместил, совместил, опять наплывание картинок. У нас совместил с золотой осенью, и вот такой дал осенний пейзаж с золотой осенью. А вы по ощущению, здесь логика не поможет, здесь только ощущения. Ну, а тут достаточно близок осенью. Что в августе? Ну, так, близок осенью. Близок осенью. То есть в августе можно намечтать осенью, может где-то что-то представить. Ну, кстати, переделкинский пейзаж, что вы заметили? Дом-то мы увидели, а вот пейзаж мы заметили, да? Там сто восемь, пора умирание. А здесь как раз и про... Про уход. Ну, очень много, да, про смерть, про умирание. Там более уместен этот разговор, чем в цветущем августе, да? Вот когда все созревает, да? Урожаем же, да, вот в жизни. Спасибо. Ну, вот да, ассоциативно, наверное, это ближе, но потом, видимо, нужно было вот это полыхание, вот этот костер, да? Ему вот... Тут еще есть, да? Горенья, да? Горенья, да? Горенья, да? Горенья, да? Очень важный, но правда для Пастернака, видимо, важный. 50 лет назад, за 50 лет до написания этого стихотворения, 6 августа, то есть в день преображения Господня, по-старому, он упал с лошади. Вот это знаменитое его падение произошло ровно в этот день. То есть это все совместилось, да? То есть первые, может быть, мысли о смерти, кстати, сказать вообще. Из пункта. Сейчас лошади падать, это всегда странно. Да, да, он довольно долгое время был прикован к постели и встал, когда уже действительно было все, его это преобразилось. Все было золото. И это возможно. Может, так. Еще дополнение. Биографическая, это мы делаем, да? Спасибо большое. Чудесно. Так, кто еще хочет прочитать стихи? Все? Все? Нету больше? Так, Настя, я не решилась. Настя, он за тебя подружки младшие переживает. Ну, не решилась, так не решилась, но не можем же мы ее заставлять. Ну, боится человек, трусит, потом нам прочитать. Может, взрослые хотят. Можно? Да, уже кожа больше. Давайте. Ну, что ж, мы-то не люди, что ли? У нас тоже сегодня праздник. Снова весна. Опять весна. Поезд ушел, насыпь черна, Где я дорогу в потьмах раздобуду. Неузнаваемая страна, Хоть я и сутки только отсюда, Замер на шпалых пляск чугана. Вдруг, что за новое правопричудо, Бестолочь, кумушек, пересуды, Что их попутал за сатана. Где я обрывки этих речей, Слышал уж как-то порой прошлогодний. Ах, это сызного, верно сегодня, Вышел из рощи ночью ручей. Это как в прежние времена, Сдвинуло льдины и вздуло из-за пруды. Это поистине новое чудо, Это как прежде снова весна. Это она, это она, Это ее чародейство и диво, Это ее телогрейка заивы, Плечи, косынка, стан и спина. Это снегурка у края обрыва, Это о ней из оврага со дна Льется безумно кубред торопливый Полубезумного болтуна. Это пред ней, заливая преграды, Стонет в чудоуденом быстрена. Лампой висячего водопада Круче с шипеньем пригвождена. Это зубами стучат простуды, Льется через край ледяная струя, В пруд и из пруда в другую посуду. Речь половодья, бред потеян. Как вот такое очень чудесное, характерное, терминологически характерное для Пастернака, а сказать нельзя, чудо, которое совершается в Пастернаке, в большинстве всего, в конце вдруг некое личное переживание, достаточно такое точное, конкретное. Вот человек уехал на поезде, да, сутки назад вернулся, а за это время ручей ожил, весна наступила, и почудилось, как это бывает, что люди разговаривают, а оказывается ручей, что-то новое, звук новый появился, темно идет, не понимает, что происходит, да, здесь идет, с этой станции, вот, и раз, у него все, все начинает меняться. Человек превращает опять то, о чем мы говорим, все это вдруг превращается в настоящую поэзию, все это вдруг приобретает какой-то совершенно особый смысл, вот, становится событием его внутренней жизни и событием всемирного масштаба. А в конце, раз, и одно слово, которое действительно, да, всемирного масштаба. Вот мы все, вот, моя душа. Вот знаете, я такое приведу интересное высказывание, мне посчастливилось знать, что потрясающую женщину, о ней можно рассказывать много, дети часто в уроке, я отвлекаюсь про нее, я что-нибудь расскажу. Она родилась до революции, знала много великих людей, и Алевтина Ивановна такая была Подорванова, и, слушайте, мне мысль ушла, и мысль, привет-то где? Так, с чего мы ушли? Что там такое, 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 такое? Все, слушайте, ребята, простите, это уже, да, что-то я хотела рассказать. Из ее... А, все, вспомнила, да, вспомнила. Она знакома была с многими новомучениками, со священниками, и вот она знала одного прекрасного старчика, старшего Аклимандерта Матирия, и вот он говорил, как-то говорит, он говорит, ну, вот доброе здоровье, самое главное на свете – это здоровье. Он говорит, да нет, не здоровье самое главное, у каждого из нас есть самая большая драгоценность, это его душа, она прекрасна, она чиста, она вручается нам при рождении на всю жизнь, и это самая большая драгоценность, она выше всего в мире. И вот в Евангелии об этом часто сказано, нет выше драгоценности, чем одна человеческая жизнь. Моя маленькая человеческая жизнь, иногда кажущаяся убогой, незначительной, в которой не происходит никаких событий. И, в общем-то, поэт, он об этом в своих стихах говорит. Его-то жизнь вроде, ну, действительно, и не убогая, и незначительная, он великий, он гений, а на самом деле каждый гений считал, что он голос мира. Он вот за нас. Вот не зря эти бабы, слабожане, учащиеся, слесаря, ему ценнее всего было стать голосом этих душ, безголосых, не имеющих такого слова, вот в своем слове за них заговорить. И когда это тот звук в других душах рождался, человек говорит, ай, это про меня. Вот это, наверное, для поэта самое большое счастье. Ну, достигнуто то, чего он хочет. Дать голос вообще всему миру, даже бестелесному, даже миру, вернее, бездушному, да, такому вот и ручью, и небу, вот, и истории дать голос, и другому человеку, и себе. Поэтому душа, как некая совершенно надмирная, вечная, высшая ценность. Вот. Так что вот я думаю, что завершая разговор, можно так вот нам всем, так вот так вот сегодня, уж это главное, что должно быть, вот, действительно, наши души все чуть-чуть так соприкоснулись здесь, благодаря вот тому огромному труду, да, у соседства была не так далеко дача Заболоцкого, он писал, не позволяя душе лениться, и не позволял душе лениться. Вот этот труд души, он происходил незримый, и воплощался в славах. У Заболоцкого и Пастернака, там в подборочке два чудесных стихотворения, но они уже войдут в диссонанс, ну, просто, чтобы вы их вспомнили, да, прохожие мы, прохожие Заболоцкого, и первую строчку, по первой строчке, оно, да, вот, это было давно, это было давно, исхудавшее от голода, зло, и шел по кладбищу, я уже уходила за ворот, это то самое кладбище, и реальная встреча, которая здесь произошла, реальная крестьянка, протянувшая это яичко ему, вот, с могилки, вот, прочитаем еще, кто не читал, прочитает потом, кто хочет, заберет с собой подборки, ну, вообще-то все можно найти, что действительно, вот, спасибо огромное, за такую возможность, нам немножко, спасибо вам за возможность, об этом сосредоточено, вместе подумаем, потому что, нет ничего лучше, такого совместного, замечательного, ну, переживания, 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 да, это очень здорово, спасибо, спасибо вам всем, правда, правда, это общее было дело, вы, 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 вы,